Всем привет! Сегодня я вам расскажу и покажу, как выглядит гайд-парк во время карантина. Сейчас все сидят дома и гуляют очень мало. Почти никто не выходит на улицу. В Англии можно выходить на улицу, но ненадолго. Например, для занятий спортом. Мы с мужем сейчас иногда ходим в парк, который находится недалеко от нашего дома, а в воскресенье, пять дней назад, мы ходили в гайд-парк. И сегодня я расскажу вам о нашей прогулке. Сначала я расскажу вам, что мы видели по дороге. Как выглядит Лондон сейчас? Во-первых, все магазины, все рестораны закрыты. Например, вот мой тренажерный зал. Обычно я сюда хожу на йогу или на зумбу. Сейчас тренажерный зал закрыт. Сейчас зал не работает. Сейчас там никого нет. Рестораны тоже закрыты. Почти все сейчас готовят дома. В ресторанах тоже готовят. Можно позвонить и заказать еду. Или можно заказать еду по интернету и вам привезут домой. Например, пиццу. Магазины одежды тоже сейчас закрыты. Тоже не работают. Видите, это дверь. Она закрыта. И там много писем. В Англии часто пишут письма. В России не так часто пишут письма, обычные письма, традиционные бумажные письма. В России все пишут имейлы. А в Англии пишут не только имейлы, но и традиционные письма. Здесь вы видите много писем. Музеи тоже сейчас закрыты. Музеи не работают. Мы шли по улице, на которой находятся три музея. Эта улица называется Exhibition Road. Обычно здесь очень много туристов, очереди туристов, много людей и детей. А сейчас здесь почти никого нет. Это университет. Довольно известный университет в Англии. Университет тоже закрыт. Двери закрыты. Вы видите, что сейчас здесь нет студентов и нет преподавателей. Студенты сейчас изучают всё онлайн, а преподаватели тоже читают лекции по интернету. Это музей науки. Дверь закрыта. Это вход в музей. Дверь закрыта. Это вход в музей Виктории и Альберта. Здесь обычно очень много туристов. Сейчас тоже дверь закрыта. Обычно около этой красной будки туристы делают фотографии, но сейчас здесь никого нет. Это вход в метро. Дверь тоже закрыта. Этот вход в метро открыт не всегда. Здесь написано, что вход открыт обычно с понедельника по субботу с 7 утра до 9 вечера, а в воскресенье с 9 часов утра до 10 вечера. Сейчас этот вход в метро закрыт. Вот, наконец, мы пришли в гайд-парк. Первое, что вы видите, это надпись на дороге. Два метра. Сейчас надо обязательно держать дистанцию и не подходить близко к людям. Обычно в гайд-парке очень много туристов, а в солнечную погоду и очень много людей. Мы, конечно, видели людей в гайд-парке, но было мало народа. Обычно здесь люди гуляют, играют в футбол, играют в теннис, играют в... играют в... играют в... играют в бадминтон. Кто-то гуляет с собакой, кто-то занимается спортом. Сейчас можно заниматься спортом в парке, но нельзя сидеть на траве, лежать на траве или просто стоять. Сейчас можно гулять в парке или заниматься спортом. Стоять, сидеть или лежать нельзя. Погода была замечательной. Я очень люблю весну, когда много цветов, когда все деревья цветут. Вот зелёная трава, вот деревья, очень мало людей. Вот утки ходят по траве и едят травку. А это современная скульптура. Скульптура якобы Куцк-Стинсена, которая называется «Глубокий слушатель». Наверное, серьёзный слушатель. Её сделали в прошлом году. Она символизирует сложную экосистему гайд-парка. Итак, я надеюсь, что у вас всё хорошо. Вы тоже соблюдайте дистанцию и принимайте витамины. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok